доброго времени друзья с вами авона сегодняшнем видео я буду рисовать двух основных техниках для цифрового рисунка а именно с лайном и без лайна для тех кто не понял поясню вот это line то бишь контур а это рисунок без контура то есть без лайна все очень просто и легко сегодня я нарисую одного моего персонажа которого вы можете знать по моей аватарки и шапки по ходу видео мы будем поэтапно разбираться во всех тонкостях этих двух стилей рисования а в конце мы естественно сравним эти две работы и сделаем интересный вывод ведь у каждого из этих вариантов есть свои плюсы и есть свои минусы и перед началом хотел бы сказать что это видео оказалось сложнее чем я думал поэтому не удивляйтесь что она вышла чуть позже чем обычно а если вас интересует почему видео выходит не очень часто то подсказочка в правом верхнем углу даст вам все ответы на ваши вопросы ну а мы приступаем первый этап скетч скетч это тот этап который вы смотрите с самого начала каждого из моих видео всегда без исключения я начинаю рисунок именно с наброска данный этап одинаковый для всех стилей и способов рисования без представления как будет выглядеть ваш рисунок в простых формах вы не поймете что вам делать дальше так что простые формы потом более сложные а потом можно и некоторую детализацию добавить но не перебарщивайте с ней ведь скетч в любом случае не будет виден на окончательной работе второй этап line тут мы встаем на неком распутье и думаем куда же нам войти line или без line ну и сейчас мы естественно выбираем line и идем его делать тут все предельно просто вы делаете скетч более прозрачным чтобы не спутать его с предстоящим контуром и далее просто обводите стоит заметить что даже в таком казалось бы простом этапе существуют такие тонкости как толстые и тонкие линии с разных сторон рисунка это придает ему некий объем а также все таки а также все таки это занимает приличное количество времени по сути вы просто рисуете свой рисунок два раза в виде скетча и виде лайна но хочу сказать что я сам еще не очень опытный и я не рисую разные линии там на лайне и на такие простые работы как даже это у меня уходит огромное количество времени я делаю много лишнего процессе рисования но все приходит с практикой да так что будем вместе практиковаться и улучшать свои навыки третий этап покрас после того как мы закончили делать line скетч можно сразу убрать ведь он нам теперь не нужен приступаем к покрасу этот этап также одинаковый для обоих видов рисования за исключением некоторых пунктов о которых мы поговорим когда будем красить безлайновый вариант ну а чтобы немного ускорить этот процесс я сейчас использую технику ускорению время ну что ж первая часть видео выполнена вот такой вот у нас получился конечный результат теперь же отмотаем весь мой процесс назад и начнемся сначала первый этап покрас без лайна мы вернулись к этапу скетча и теперь нам не нужно тратить время на то чтобы рисовать line отдельно мы просто берем и начинаем красить поверх скетча конечно же это сохраняет большое количество времени и кстати в данном варианте лучше стирать лишние кусочки скетча которые иногда пробиваются из-за основного покраса ну что я вам объясню я думаю вы сами это знаете конечно в этом способе рисования есть и свои нюансы как хорошие так и плохие например неровные края объектов которые потом нужно стирать некая размытая самого объекта и как мы знаем в реальности у вещей объектов нету обводки или какого-то контура так что в каком-то плане рисунок становится более реалистичным ну и конечно же это зависит от уровня художника у меня вот например он реалистичнее не становится вообще это мой основной стиль рисования если вы посмотрите на мои работы они есть кстати по ссылочкам под видео то в основном я рисую все без лайна но часто я прибегаю к одному удобному способу если какие-то части или объекта рисунка нужно сделать более четкими или выделить то я просто рисую line там где мне нужно это получается некий смешанный стиль рисунок без лайна но с добавлением лайна вот мы и закончили наш бесконтурный рисунок так погодите-ка у нас получился только один этап ну нет не совсем учитывая скетч у нас их два что же время подводить итоги перед вами сейчас две одинаковые работы но все же какие они разные lineart вышел более контрастным и выделяющимся рядом с без лайном он просто перетягивает на себя все внимание но это и не удивительно ведь жирный контур сразу ставит выделенный объект на передний план правда в моем рисунке только один единственный план ну да ладно что же касается без лайна то он получился менее презентабельным что ли но стоит заметить что все таки и в нем есть что-то притягательное он выглядит более настоящим что ли более реальным но собственно об этом я и говорил ранее а теперь сравним время потраченное на рисунке на безлайн я потратил 4 часа 14 минут line я нарисовал за 3 часа 47 минут знаете чего чего а такого расклада я не ожидал конечно не стоит забывать что я очень медленно рисую рисунки но факт остается фактом оказалось что на длительный line я потратил времени меньше чем на казалось бы легкий и быстрый безлайн я смею предположить что так получилось из-за того что мне пришлось не рисовать рисунок а как бы собирать его по граням у меня не было удобного и четкого контура и приходилось определять плоскости располагать их правильно друг другу и четко ставить грани а в лайне все довольно таки просто можно сказать что ты как бы заполняет белые квадратики и все что тебе нужно держать в голове это где тень а где свет вывод на самом деле какого-то четкого вывода тут и не сделаешь каждый рисует так как ему комфортнее быстрее или интереснее мое же видео просто дало вам понять в чем плюсы или минусы того или иного способа и вы возможно просто хорошо провели время но и также возможно что кому-то это дало повод попробовать себя в разных техниках и найти свой собственный уникальный стиль вот я до сих пор в поисках и уверен что с практикой и большим терпением я обязательно когда-нибудь найду его чего конечно желаю вам если вы его еще не нашли ну а я жду от вас лайков комментариев и возможно идея для следующих видео также не забывайте смотреть на ссылочки в описании ну а с вами была вона до скорого я надеюсь а